Солнечный день. Березина вблизи деревни Силиба. Многие приезжают сюда порыбачить, отдохнуть от городской суеты и насладиться живописной природой. Нередко владельцы лодок пренебрегают законом. А вот и первый нарушитель. У горя рыбака отсутствует судовой билет, права и тихосмотр. Инспектор выносит предупреждение. Если в течение года вы снова нарушите статью 18.7, часть 1, то уже будет штраф. На Бобруйском участке ГИМС зарегистрировано 5700 маломерных судов. Только в этом году с начала навигации к ответственности привлечены 137 владельцев лодок. Среди частых нарушений – превышение грузоподъемности, передача прав управления третьим лицам, да и элементарное пренебрежение собственной безопасностью. Самое главное правило – человек, садясь в лодку, должен иметь спасательный жилет. Он должен быть надет и застегнут. Ведь оказаться в воде – секундное дело. Плывем дальше вниз по течению. Недалеко от берега на волнах плавно качается казанка. Мужчина убирает водоросли. Собирается порыбачить. Но, видно, не судьба. Документов на лодку нет, спасательный жилет отсутствует. Почему нарушаете правило? Как получилось? Так вот, неожиданно. Даже не знаю, что вам отвечать. Да, нарушил, признаю, конечно. Инспектор выносит предупреждение и заносит личные сведения мужчины в базу данных. Повторное нарушение в течение года грозит штрафом в 16 рублей. А вот за управление маломерным судном в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ответственность была бы строже – от 320 до 1600 рублей. Оценная деятельность работы ГИМС – это контроль за судоходством на внутренних водных путях Республики Беларусь. С тем, чтобы максимально предотвратить травмирование и гибель людей на водах. А этот бесстрашный мужчина и вовсе бороздит просторы Березины на автомобильной камере. Какая уж тут безопасность? Инспектор проверяет снасти. Нарушений нет. Размер телевизора не превышает метр на полтора. Ячья не больше 30 миллиметров. К слову, минимальный штраф за незаконную добычу рыбы – 320 рублей. На сегодняшний день, скажем так, есть определенное послабление в законодательстве. То есть, если человек попался впервые, причинил вред окружающей среде, при этом он вину признал, добровольно возместил вред, то в данном случае освобождается административная ответственность с вынесением предупреждения. Сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира регулярно проводят профилактические рейды. Причем не только днем, но и ночью. Используют маломерные суда и наземный транспорт. В помощь умная техника, тепловизоры, квадрокоптеры, видеокамеры дальнего наблюдения. Только за этот год зафиксировано 76 нарушений, 6 уголовно наказуемых. Прежде чем собраться на рыбалку, нужно учитывать закон, чтобы мужское увлечение не влетело в копеечку. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.